За минувшие сутки в нашей области было выявлено 35 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Сегодня в областном Акимате состоялся брифинг по итогам проверки деятельности Бестаматского животно-отческого комбината ТО «Парижская коммуна-21». Сегодня в нашем городе состоялся технический семинар по вопросам развития сельского хозяйства. Здравствуйте! В эфире информационная программа «Факт» в студии Сергей Довголюк. Жаркая погода без существенных осадков ожидается в нашем регионе и на этой неделе. По сообщению синоптиков, температура воздуха ночью составит 21-26 градусов, днем – 34-39, местами до 42 градусов тепла. Синоптики долгосрочные дают небольшое послабление, ожидают кратковременные дожди и в дневные часы небольшое понижение температуры – 31-36, местами 49. Буквально на пару градусов температурный фон снизится. А так, эта жара будет продолжать стоять, теплая, сухая воздушная масса с района Фрара, циркуляция затягивается как раз на наши районы. Сегодня сотрудниками региональной службы коммуникации был организован брифинг, посвященный текущей санитарно-эпидемиологической ситуации. За минувшие сутки в нашей области было выявлено 35 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции. С начала пандемии в Актюбинской области зарегистрировано 11 890 случаев заболевания коронавирусом, сообщили сотрудники департамента санэпид-контроля. За минувшие сутки было выявлено 35 новых случаев КВИ и 5 случаев вирусной пневмонии. Всего за неделю ковидом заразилось 209 актюбинцев, что на 78 случаев больше, чем за неделю до этого. Вследствие чего спикеры брифинга отметили переход нашего региона в «желтую зону» и призвали жителей активнее вакцинироваться. Всего за время пандемии пройдено 658 874 ПЦР-исследований. За последние сутки пройдено 1728 исследований. С 1 февраля в область нам достали на 280 500 доз вакцин. У нас сейчас идет акция, вы можете выиграть ценные призы. Но самый главный подарок – это, конечно же, здоровье. На сегодняшний день вторым компонентом вакцины привилось 74 355 граждан области. Помимо призыва жителей к активной вакцинации, спикерами брифинга были даны некоторые ответы на вопрос о вводе в регионе обязательного вакцинирования. Насчет обязательности вакцинации, которые были озвучены на заседании межведомственной комиссии, на сегодняшний день готовится постановление главного гостанитара-врача. И там уже будут четко определены, в каких сферах оно будет обязательным и в каких случаях можно будет проходить ПЦР-тестирование. Руководители организованных крупных предприятий, руководители сферных услуг не призываю и объясняю о непонимности получения вакцент по полным составам персонала. Сегодня в областном Акимате состоялся брифинг по итогам проверки деятельности Бестамакского животноводческого комбината ТО «Парижская коммуна-21». По выявленным нарушениям областным департаментом экологии установлено, что комплекс продолжает нарушать санитарные требования и загрязняет окружающую территорию жидкими отходами. По выданному предписанию инспекции с 18 по 21 июля была проведена проверка по исполнению предписаний, где выявили, что данные, виды нарушений не были устранены. В связи с инспекцией на данный момент вынесено в соответствии с законодательством принято решение о наложении административного взыскания с вынесением предписания на приостановление деятельности данного предприятия. Товарищ сограничен соответствует со дальнейшей передачей материала в Алгинский суд. По выявленным нарушениям департаментом экологии будут приняты меры административного воздействия в отношении ТО «Парижская коммуна-21». Помимо этого ведутся работы по установлению размера ущерба, нанесенного окружающей среде. Согласно акту проверки, предприятие осуществляло сброс отходов на рельеф местности без предварительной очистки, что привело к загрязнению участков животноводческого комплекса. Сегодня в парке имени первого президента Аким нашего города Асхат Шахаров открыл первый в АкТУБ автодром для детей. Теперь на площадке с настоящими дорожными знаками, дорожной разметкой и светофором маленькие актюбинцы будут изучать правила дорожного движения. Ежедневно в нашем городе большую вероятность имеет случай возникновения ДТП с участием детей. Согласно статистике, с начала текущего года произошло 27 таких дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один ребенок погиб и 22 ребенка получили различные травмы. Чтобы предотвратить такие случаи и обучить маленьких пешеходов основным правилам ПДД, в нашем городе сегодня открыли автодром. Сотрудниками отдела дорожно-технической инспекции Департамента полиции АкТУБинской области совместно с кафедрой организации безопасности на объектах транспорта АкТУБинского юридического института Министерства внутренних дел Республики Казахстан и Акиматом города АкТУБе на территории парка имени первого президента Республики Казахстан В этом году реализован проект «Автогородок» для юных жителей нашего города, который сегодня является пешеходами, а завтра станут водителями транспортных средств. Основной целью данного проекта является обучение детей правил дорожным движениям с ранним возрастом, с осознанием их как конкретных участников дорожного движения. Новый автодром включает в себя различные знаки приоритета, которые водители автотранспорта и пешеходы встречают ежедневно. Здесь же есть дорожные разметки и детские машины для вождения. Для ребятишек это огромное преимущество на практике освоить правила дорожного движения. Такие объекты для наших детей очень важны и полезны. В каждой семье взрослые обязаны объяснять детям правила безопасности. И открытие этого автодрома станет большой помощью всем родителям, чтобы показать детям, как переходить улицу, на какие знаки ориентироваться. В данный автогородок теперь могут прийти все жители и гости города со своими детьми в любое для них удобное время и проверить свои знания в области правил дорожного движения. Тамирис Жумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Сегодня в нашем городе состоялся технический семинар по вопросам развития сельского хозяйства. Фермеры и специалисты этой отрасли со всей страны говорили о перспективах развития животноводства и представили планы сотрудничества с актюбинскими предприятиями. На семинаре рассматриваются вопросы менеджмента в молочном животноводстве. То есть все вопросы встречаются от кормопроизводства, доения, воспроизводства, управления молочным стадом. И сегодня уникальная возможность представлять нашим фермерам, потому что они могут вживую, так сказать, в формате офлайн, послушать специалистов с мировым именем и с опытом. Присутствуют специалисты с Россией, наши отечественные специалисты, которые прошли повышение квалификации и обучение за религиозом. Президент Казахстана Касымжумар Такаев встретился в Акарде с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко, сообщает информагентство «Спутник». Глава республики высоко оценил личный вклад председателя Совфеда в развитии союзнических отношений республики с Россией. Также Касымжумар Такаев вспомнил одно из заседаний Межпарламентской Ассамблеи, куда были приглашены представители разных стран и континентов. Цитирую. О других событиях нашей страны вы узнаете из следующего видеообзора. Казахстан Касак передает еще три области Казахстана, перешли из зеленой в желтую зону по COVID-19. В красной зоне находятся Нур-Султан, Ауматы, а также Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. В желтой зоне находятся Шимкент, а также Кастанайская и Мангистауская области, которым из зеленой зоны перешли Акмолинская, Актюбинская и Казалардинская области. В зеленой зоне остались Ауматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбульская, Павадарская, Туркистанская и Североказахстанская области. Сам Казахстан находится в красной зоне. Спутник передает на 27 июня 2021 года первым компонентом прививки от коронавируса 3 165 155 человек провакцинировано в Казахстане. Вторым компонентом 1 905 062 человека, сообщила Пресс-служба Минздрава Казахстана. Учитывая, что вакцинации подлежат в Казахстане порядка 10 миллионов человек, число привитых первым компонентом приближается к 1 треть, вторым к пятой части запланированного к вакцинации населения республики. Вакцинация от коронавируса стартовала в республике 1 февраля. Всего власти Казахстана планируют вакцинировать 10 миллионов граждан к сентябрю текущего года, заявлял в апреле премьер-министр республики Аскар Мамин. Кастак передает, трое подростков погибли в ДТП с участием внедорожника «Лексус» в Кастанайской области. 26 июня на автодороге Кастанай-Карабутак 36-летняя женщина, управляя автомашиной «Рено Сандера», при совершении обгона грузовой автомашины совершила столкновение со встречной машиной «Лексус». В результате ДТП погибли трое несовершеннолетних пассажиров автомобиля «Рено Сандера», двое в возрасте 14 лет и один 17-летний. Водители и 40-летние пассажиры этого же транспортного средства получили телесные повреждения, говорится в сообщении. Начато досудебное расследование. Два человека погибли и трое пострадали в ДТП с участием двух легковых автомобилей в Павлодаре, передает Кастак. 27 июня в 3.00 произошло ДТП, в котором столкнулись два легковых автомобиля. Три человека пострадали, двое погибли. Одна из них – жительница Нур-Султана, 1985 года рождения, второй мужчина, 1990 года рождения, житель Павлодарской области. Сообщили в управлении здравоохранения Павлодарской области, трое пострадавших доставлены в первую городскую больницу номер один Павлодара. В Алматы суд огласил приговор по делу букмекерской конторы «Олимп Ки-Зет», передает Тенгриньюз. Фигурантами по данному делу являлось более 20 лиц, из которых 11 подсудимые, а 9 все еще находятся в розыске. Они были переданы суду за участие в организованной преступной группе, организацию незаконного игорного бизнеса, уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, полученных преступным путем. В результате их преступных действий государству причинен ущерб на более чем 95 миллиардов тенге. Подсудимые отрицали свою вину, ссылаясь на то, что они не знали о существовании преступной группы. Сторона защиты просила суд оправдать подсудимых приговором суда. Подсудимые в зависимости от степени их участия в преступной группе получили наказание в виде лишения свободы сроками от 5 до 8,5 лет лишения свободы. Они должны отбывать наказание в учреждении средней безопасности. Имущество подсудимых, нажитое преступным путем, конфисковано в доход государства. С осужденных в доход государства взыскан материальный ущерб 95 миллиардов тенге. Приговор суда не вступил в законную силу, подытожили в Алматинском районном суде. Костак передает обсуждать вопрос о безвизовом режиме для казахстанцев, пока рано считает посол США в Казахстане Уильям Мозер. Слишком рано обсуждать этот вопрос, потому что мы еще находимся под влиянием пандемии. Но после этого, возможно, будет обсудить этот вопрос. И я не могу обещать, что это будет скоро, сказал Мозер сегодня на пресс-конференции. При этом он назвал значительным достижением выдачи в 10-летних виз гражданам Казахстана. Костак передает казахстанцы, работающие 5 дней в неделю отдохнуть на июльские праздники 11 дней. В июле в Казахстане отметят День столицы и мусульманский праздник Курбанайт. Согласно постановлению правительства, в связи с празднованием Дня столицы 6 июля, выходные у тех, кто работает 5 дней в неделю, приходятся на 4, 5 и 6 июля. Суббота, 3 июля, рабочий день, выходной переносится на понедельник, 5 июля. У тех, кто работает 6 дней в неделю, праздничные выходные ожидаются лишь 4 и 6 июля. Далее по календарю следует мусульманский праздник Курбанайт. Первый день этого праздника, 20 июля, будет выходным. В 2021 году Курбанай пройдет с 20 по 22 июля. Сейчас на РИК-ТВ небольшой блок рекламы и далее в программе «Факт» вы увидите. Сегодня в нашей стране отмечается праздник работников средств массовой информации. Сегодня в областном департаменте агентства по противодействию коррупции прошла церемония награждения сотрудников аксидентских СМИ. Такие же мероприятия прошли в департаменте полиции и других организациях. Отдых для тех, кто не может себе этого позволить. Общественное объединение «Волонтер-2020» организовало летний лагерь для детей из малообеспеченных семей. Правила поведения на водоемах в летний период. Не купайтесь в запрещенных местах. Не выходите в плавание без спасательных средств. Не заплывайте за знаки ограждения. Не оставляйте купающихся детей без присмотра. Не купайтесь в нетрезвом состоянии. Не подплывайте к проходящим судам. Не прыгайте в воду с мостиков, дамб, причалов и лодок. Будьте бдительны. Берегите себя и близких. Сізді байқасын дейсеніз, осы жерге орналасыңыз. Кезгелген түрлі түсті жолак. Бар болғаны елумын тенге. Сіздің әврикадағы жарнамаңыз. Үлкен, жарқын тиімді. Хабарласыңыз. Уәлиханып көшесі 35. Логомотив кинотеатра. Телефонымыз 220-200-гелу. 222-300. 220-200-гелу. 222-300. Бұл жайғана QR-код емес. Бұл біздің қаламыздың радиосы. Сканерледе Рикатывы нүкте кезет сайтында, онлайн түнда. Бір леп пасып толқын келес. Дәл қазір қосыл. Вы смотрите программу «Факт». На Рикатывы мы продолжаем. Сегодня в нашей стране отмечается праздник работников средств массовой информации. В этот день уделяется особое внимание труду сотрудников радио, телевидения, газеты и других ресурсов. Насколько актуальны СМИ сегодня узнавали наши корреспонденты. Ежедневно через невидимый фильтр средств массовой информации проходят новости разного формата. Работа журналистов телевидения, радио и газет заключается в том, чтобы достоверно передать сведения простым гражданам и в то же время заинтересовывать своего зрителя новыми идеями и предпочтениями. Интернет, особо доверия нет, но интерес есть. Все новости, правда-неправда, мы узнаем. Ну, каждый определяет, что из них прав, что не прав. Да, Рику иногда. Первый канал казахстанский, а остальное российский на тарелке. А газеты, радио? Нет, только это. Программы. Телевидение, только телевидение, девочки. Какое любите телевидение из отечественных каналов? Казахстан, Хабар. В профессиональный праздник работников СМИ коллеги по цеху нашего телеканала выразили свои пожелания. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с нашим профессиональным праздником, Днем журналистики. Желаю вам самого-самого наилучшего, всего-самого. Денежек, конечно, побольше. У нас в профессии не очень, конечно, богатая, но она привлекательная. Конечно, я в журналистике уже больше 10 лет и, собственно, ни о чем не жалею. И того и вам желаю, чтобы было творческих успехов вам побольше. Счастья, просветания и, конечно, в датчике время здоровья. Поздравляю своих коллег с телекомпанией Рика ТВ с Днем СМИ. Желаю, чтобы труд журналистов всегда ценился высоко и были только хорошие новости. Счастья, здоровья вам! Тамирис Шумабаева, Алексей Уразов. Программа «Факт». Сегодня в областном департаменте агентства по противодействию коррупции прошла церемония награждения сотрудников актебинских СМИ. Корреспонденты, операторы, монтажеры и редакторы – вот далеко не полный перечень профессий сферы тележурналистики. Ремесло работников СМИ сложно и многогранное, требует как интеллектуального, так и творческого подхода. Нередко к делу создания интересного репортажа приходится подключать и навыки психологии. Ведь далеко не каждый человек готов предоставить репортеру необходимые сведения. И потому в нашем городе немало тех, кто по достоинству может оценить труд работников средств массовой информации. Во многом ваша четкая гражданская позиция, неравнодушие к происходящему, стремление дойти до самой сути и справедливости всегда являлась отличительными характеристиками вашей профессии. Сегодня общество особенно требует подачи актуальной и правдивой информации. Еще раз выражаю свое благодарное за ваш бескорыстный труд, высокий профессионализм, преданность профессии. Особенно хочется отметить ваш вклад в реализацию антикоррупционной политики государства. И формирование антикоррупционной культуры среди населения. Одним из тех, кто получил благодарственное письмо от сотрудников антикора, был и Сергей Калашников, оператор телекомпании «Рика». За почти 40 лет служения СМИ Сергей успел побывать и водителем-осветителем, и фотокорреспондентом, и видеоинженером. Как оператор он отснял свой первый репортаж в далеком 1995 году. С того времени Сергей примерил на себя разные роли журналисткой стези, но продолжает оставаться верным своему телеканалу. Сотрудник «Рика ТВ», как шутливо выражается наш герой, это не профессия. Это диагноз. Влад Рогушев, Жасулан Жубаев, Сергей Калашников, программа «Факт». А в департаменте полиции области сегодня тоже чествовали журналистов. Несколько сотрудников СМИ поблагодарили за содействие и освещение работы полицейских. Обеспечивайте порядок, безопасность населения. Вы вместе с нами переживаете, чтобы не было дорожно-транспортных прошествий. Переживаете за порядок на улицах, на дорогах, в общественных местах. Действительно, огромную работу проводите по недопущению преступлений, профилактике преступлений. Этот год, вы сами знаете, президент победил годом профилактикой. И мы вашу поддержку всегда видим, постоянно чувствуем, как вы нам помогаете, чтобы заниматься правовым воспитанием населения, чтобы сберечь людей от мошенников, от преступников. И это вот нас радует. Поэтому искренне от души, от себя, от всего личного состава активистской полиции благодарю вас за работу, за службу. Желаю вам крепкого здоровья, успехов, благополучия, семейного благополучия, здоровья, счастья, родным, близким вам, огромного здоровья. Атагай Растанов отметил, что журналисты и полицейские всегда тесно сотрудничают друг с другом. Ежедневно в городских СМИ публикуются десятки материалов о происшествиях и работе блюстителей порядка. Лучших представителей в этом году наградили грамотами и памятными подарками. Среди них был и представитель нашей телекомпании, оператор информационной службы Жасулан Жубаев. Отдых для тех, кто не может себе этого позволить. Общественное объединение «Волонтер-2020» организовал летний лагерь для детей из малообеспеченных семей. Нам было важно организовать такой вид доступа именно для детей от 13 до 16 лет. Потому как только этот возраст, когда полностью формируется личность. Для более эффективного использования времени молодежи мы подготовили различные тренинги и мастер-классы. На протяжении трех дней с детьми будут заниматься эксперты по различным сферам. Мы надеемся, что это лучшим образом отразится на их дальнейшей жизни. В лагерь отправится около ста маленьких актюбинцев, где их ждет обширная культурно-оздоровительная программа. Она рассчитана на три дня с 28 по 30 июня. Занятия с детьми будут проходить с 9 до 14 часов. О спорте. Сегодня в Лондоне стартует очередной розыгрыш турнира «Большого шлема Уимблдон». В первый игровой день свой матч сыграет первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. Всего в одиночных разрядах сыграют пять представителей страны, сообщает Вести Киезет. Для Рыбакиной это первый Уимблдон в профессиональной карьере. Сегодня ее соперницей станет экс-10-я ракетка мира из Франции Кристина Младенович. Рыбакина, несмотря на отсутствие опыта игр на этом турнире, является фаворитом матча. Встречи с участием Юрия Путинцевой и Зарины Диас пройдут завтра. В этот же день в первом круге состоится казахстанское дерби между Александром Бубликом и Михаилом Кукушкиным. О других новостях спорта вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте. Редактор субтитров А.Семкин